Спокойнее, по крайней мере, спокойнее, чем до вашей беседы, так я понимаю. Россия между Востоком и Западом. Отношение моё к этому такое, что на самом деле Россия была, была не Запад и не Восток. Россия была континент отдельный, отдельная цивилизация. Каких ещё можно с десяток насчитать на Земле? Ну, например, китайская цивилизация, индийская цивилизация, мусульманская цивилизация. Их наберётся с десяток всего. Сейчас происходит, как раз в последние десятилетия, такой грандиозный исторический поворот, что противостояние Запада и Востока, или противопоставление их, или различие их, как-то начинают размываться, заменяясь другим противопоставлением, так называемого Севера и Юга. То есть, под Севером понимается первый мир, или золотой миллиард, Европа и Северная Америка. Ну, с ними вместе Австралия, Новозеландия. Под Югом понимается третий мир, бесконечно отставший. Сейчас это противостояние становится центральным противостоянием мировым. Я бы называл ещё крупное явление историческое, которое мало кем отмечено. Это крушение гуманизма. Гуманизм – это было движение, родившееся 4-5 веков назад, с такой мыслью. Перенять у христианства все его светлое и доброе начало, его сочувствие к угнетённым, обездоленным, его признание свободы воли каждого человека – всё это перенять, но без Бога. Обойдёмся без Бога. И будем такое гуманное течение будет существовать. И действительно, оно существовало все эти века. Своим влиянием смягчало иные жестокости. Не скажу, что слишком смягчало колониализм, но всё-таки иные смягчало. Пока. Не произошло в 20 веке два взрыва крайней, запредельной жестокости. Первой мировой войны и Второй мировой войны. После таких взрывов надо было гуманизму либо признать свою бесполезность, либо ещё попытаться подняться выше, ещё больше уровень набрать. Оно и попыталось. В середине века гуманизм объявил себя обещательным глобализмом. То есть, всё дело в том, что мы живём народами, что мы живём государствами. От этого все беды. Надо, наконец, сливать человечество воедино. Надо, наконец, создавать единое мировое правительство. Которое будет проницательное, заботливое. Будет думать и замечать нужды каждого отдалённого уголка Земли. Каждой маленькой народности. И вот тут, в короткие десятилетия, начал раздаваться предупреждающий гонг. Гонг о том, что Земля наша гораздо меньше, чем мы думаем. И гораздо беднее, чем мы думаем. К золотому миллиарду, к первому миру призыв. Остановите ваше потребление. Не требуйте себе так много. Но нет такого чувства, пожалуй, которое было бы столь трудно давалось и человеку, и партии, и группе людей, и государству, как самоограничение. Вот самим себя ограничить, это труднее всего. Самостеснить себя дальновидно. Лучше я сам остановлюсь, лучше я сам удержусь, лучше я не буду хватать, хватать новое, а все будем жить мирно. Нет, на это гуманизм оказался не способен. Вот здесь он испытал крах. И он из глобализма обещательного превратился в глобализм указующий. Да, если нужно задерживать производство, задержите вы отставшие. У вас все равно производство низкое, неэффективное. Вот вы и задержите. Вы меньше пострадаете. Вот вы себе добываете сырье, давайте рабочую силу, и хватит с вас. А на самом деле, 5 шестых населения земного шара, 5 миллиардов, обрекается на подавленное состояние. Вот как оно решится, это конфликт будущего. Уже есть конфликт. Конфликт уже. Место России, вы спрашиваете, в этом конфликте. Сказать его сейчас нельзя. Но, конечно, положение наше шатко. Шатко. В поверхности быстрого потока не различить отражений ни близких, ни далеких. Даже если не мутен он, даже если свободен от пены, в постоянной струйчатой рябе, в неугомонной смене воды отражения неверны, ни отчетливы, ни понятны. Лишь когда поток через реки и реки доходит до спокойного широкого устья, или в заводе остановившейся, или в озерке, где вода не продрогнет, лишь там мы видим в зеркальной глади и каждый листик прибрежного дерева, и каждая перышко тонкого облака, и на литую, голубую, глубь неба. Так и ты, так и я. Если до сих пор все никак не увидим, все никак не отразим бессмертную чеканную истину, не потому ли значит, что еще движемся куда-то, еще живем. Вообще, оптимизм мне свойственен от рождения и очень внедрен во мне. До такой степени, что я не только молодость с ним прошел, я все тюремные годы никогда не терял бодрости, никогда не терял света впереди. И даже, когда у меня вот это наступило раковая болезнь, то я не поднеприменил бы к этому периоду слово уныние. Странным образом, когда человеку продиктованно продиктованно или предсказано врачами близкая или неизбежная смерть, странным образом в нем происходит психологическое перерождение. Этого не может быть при мгновенной смерти, случайной. А при такой человек психологически готовится к смерти раньше самой смерти. он вдруг понимает, что это будет и начинает вместо бунта постепенно примиряться. Это очень высокое чувство. В общем, у меня вот этот момент уныния, момент смерти отмечен стихотворениями совсем неунынными. очень высокое чувство. Очень высокое. Оно у меня напубликовано. Очень высокое чувство. А уныние может произойти от более земных причин. Например, в 65-м году, когда я уже вел многолетнюю подпольную конспиративную деятельность литературную только для того, чтобы писать. И у меня были люди, которые помогали. Один из хранителей по небрежности дал возможность ГБ захватить часть архива. И вот этот момент, что своими руками мы сделали то, что я нес память миллионов зеков всех, умерших, то, что я так хитро держал в тайне, готовил, работал и вдруг рухнуло. Я не понимаю до сих пор, почему меня тогда не взяли. Они взяли, ГБ взяло достаточно материала, чтобы понять размеры моей опасности. И первые два-три месяца я ждал непременного удара. Но его не произошло. и постепенно он рассеялся. Я наоборот перешел в атаку свою. Когда меня изгнали из страны, я уверен был, что я вернусь живой. Это никто... Мы смеялись как на затопистом. Меня в каждом интервью спрашивали, а вы надеетесь когда-нибудь вернуться? Я говорю, да, надеюсь вернуться живым. Но это же не может быть. Но тем не менее я надеюсь. Так что надежда меня не покидала никогда. Но вот когда я с этой надеждой вернулся и увидел состояние России и увидел, что в ней творится, как Ельцинское ограбление России повело Россию самым преступным, самым искривленным, самым тяжелым, мучительным путем, какой только можно было придумать. Хуже нельзя было ничего придумать. Я думал, когда я вернусь, я сумею повлиять на ход событий. Я вижу, что я не могу на него повлиять. А идут ко мне письма, во множестве идут письма, и все письма полны мраку от страданий. Народ брошен в нищету, народ брошен в страдания. Каждое письмо это целая жизненная история. Что я должен им сказать? Я могу только сказать такое утешение, что нам от природы дано большое душевное здоровье и стойкость. Да, как не тяжело жить, но мы сильней, потому что мы можем выстоять. Если нельзя повлиять в больших масштабах, то влиять надо в том, что выполняешь наилучшим образом свой труд, сохраняешь свою семью, помогаешь своему окружению. Вот такие утешения я шлю, я их в книгах писал. Скажите, а вот жить не по лжи и сейчас? Жить не по лжи это вечный принцип, он только меняет формы. Конечно, и сейчас нам можно сформулировать, в чем жить не по лжи. И сейчас можно сформулировать, потому что лжи у нас в общем нисколько не меньше, только она обернулась. как просто жить не по лжи. Так прожил человек, чье имя отлито на этой награде. Мы снимали в странный праздничный день согласие по замечанию Солженицына согласие между теми, кого обобрали и кто обобрал. Мы хорошо отпраздновали Лисан Савич. Так вот 7 ноября записал я. Никуда не денетесь. Кто-то в лагере наломаешь кости за день, только положил голову на соломенную подушку, уже слышишь подъем и никаких тебя ночных мыслей. А вот в жизни современной, круговертной, нервной, мелькучей за день не успевают мысли дозревать и уставляться, брошены на потом. Ночью же они возвращаются добрать свое. Едва в сознании твоем хоть чуть прорвалась пелена, ринулись, ринулись они в тебя, расплющенного наперебой, и какая-то поизвительней подерзей извелась на укус впереди других. А твое устояние, твое достоинство не отдаться этим вихрем, но овладеть потоком темным и направить его к тому, что здоровит. Всегда есть мысль и не одна, какие вносят стерженьки покоя, как в ядерный реактор выдвигают стержни, тормозящие от взрыва. Лишь уметь такой стержень, спасительный Божий луч найти или даже знать его себе наперед и за него держаться. Тогда душа и разум очищаются, те вихри сбиваются прочь, и в будоражный объем бессонницы вступают благодатные крупные мысли, до которых разве бы коснуться в суете дня. И еще спасибо бессоннице с этого огляда даже и нерешаемое решить власть над собой. Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон»